добрый день меня зовут константин полфинов я продолжаю рассказывать на канале автомаркетолог о критическом мышлении и ловушках мозга оказывающие влияние на наш бизнес начнем сегодня с небольшого эксперимента я сейчас назову несколько слов а вам нужно будет в последнем слове заполнить недостающую букву готовы поехали каравай батон хлеб бу держу паре вы наверняка назвали слова булка логично но давайте продолжим ошейник лай миска бу ой как это теперь совершенно логично что пропущенная буква превращает последнее слово в будку наш мозг ищет подсказки в окружающем мире и эти точки данных дают нам контекст в соответствии с которым мы принимаем решение то что мы сейчас проверили на своем собственном опыте называется эффектом прайминга он возникает когда воздействие на человека определенного стимула влияет на его реакцию на последующие стимулы без какого-либо осознания связи эти стимулы часто связаны со словами или изображение которые люди видят своей повседневной жизни используя эффект прайминга я легко мог подвести вас и к другим словам например бурка или фамилии знаменитого советского спортсмена сергей бубка одно из широко известных исследований эффекта прайминга было проведено в 1996 году и принадлежит социального психологу джону маргу в ходе эксперимента двум группам участникам выдавали карточки со словами одной группе нейтральные второй экспериментальные со словами относящимися к теме старости старые одиночество серые сентиментальные пенсия морщины зависимый ну и так далее и когда участников из обеих групп собирали в общей комнате выяснилось что люди из экспериментальной группы стали двигаться гораздо медленнее хотя им было 20 лет максимум реакции на триггерные слова сделала свое черное дело осведомленность о прайминге может как смягчить негативное влияние этого когнитивного искажения так и позволить нам использовать его полезные эффекты во-первых научите своих менеджеров по продажам накапливать согласие клиента я часто наблюдаю длинный монолог продавца расписывающего преимущество конкретного автомобиля и заканчивающиеся словами ну что оформляем и получающего в ответ нет а если бы после каждого преимущества продавец спрашивал это вам подходит или вам интересна такая опция он бы накопил несколько да и последнее до клиента было бы логично продолжение предыдущего согласия а во-вторых не делайте ошибку не говорить о том что важно клиенту в конце своей презентации если вы думаете что это будет той самой последней капли которая склонит потребителя к покупке то вы ошибаетесь он пропустит мимо ушей все что вы говорили до этого поэтому вам нужно не только отличные описательные слова которые вызывают эмоции которые вы хотите получить от ваших потенциальных клиентов вам нужно начинать именно с более сильных слов если клиент ценит надежность то лучше сказать это самый надежный автомобиль в своем классе у него лучшее соотношение цена-качество и наоборот если клиента волнует бюджет то ваша фраза должна звучать примерно так эта модель лучшее предложение на рынке по соотношении цена-качество и это признанный лидер по критерию надежность на этом у меня на сегодня все до новой встречи если конечно вам не покажется что мы тут не про бизнес а